Земля, которую я даю вам Числа, 15 глава, с 1 по 21 стих И сказал Господь Моисею, говоря Объяви сынам Израилевым и скажи им Когда вы войдете в землю вашего жительства Которую я даю вам И будете приносить жертву Господу Всесожжение или жертву заколаемую От валов и овец Во исполнение обета Или по усердию Или в праздники ваши Дабы сделать приятное благоухание Господу Тогда приносящий жертву свою Господу Должен принесть в приношение от хлеба Десятую часть ефы пшеничной муки Смешанной с четвертую частью гина елея И вина для возлияния приноси Четвертую часть гина при всесожжении Или при заколаемой жертве На каждого агнца А принося овна Приноси в приношение хлебное Две десятых части ефы пшеничной муки Смешанной с третью частью гина елея И вина для возлияния Приноси третью часть гина В приятное благоухание Господу Если молодого вола приносишь во всесожжение Или жертву заколаемую Во исполнение обета Или в мирную жертву Господу То вместе с волом Должен принести приношение хлебного Три десятых части ефы пшеничной муки Смешанной с половиною гина елея И вина для возлияния Приноси пол гина в жертву В приятное благоухание Господу Так делай При каждом приношении вола И овна, и агнца, и завец, и ликоз По числу жертв, которые вы приносите Так делайте при каждой По числу их Всякий туземец так должен делать это Принося жертву в приятное благоухание Господу И если будет между вами жить пришелец Или кто бы ни был среди вас в роды ваши И принесет жертву в приятное благоухание Господу То и он должен делать так, как вы делаете Для вас, общество Господне И для пришельца, живущего у вас Устав один Устав вечный в роды ваши Что вы, то и пришелец Да будет пред Господом Закон один И одни права Да будут для вас и для пришельца Живущего у вас И сказал Господь Моисею, говоря Объяви сынам Израилевым И скажи им Когда вы войдете в землю В которую я веду вас И будете есть хлеб той земли То возносите возношение Господу От начатков теста вашего Лепешку возносите в возношение Возносите ее так, как возношение сгумна От начатков теста вашего Отдавайте в возношение Господу В роды ваши Размышления, часть первая Обнадеживающее напоминание Числа, пятнадцатая глава С первого по двенадцатый стих После трагических событий предыдущей главы В начале главы пятнадцатой Заметная значительная переменная тона У Господа есть слово к своему народу Слово не обличения или осуждения Но будущей надежды Хотя израильтяне и восстали против него И наказаны за это Бог напоминает, что все равно Исполнит обещание дать им новый дом И объясняет, как приносить ему жертвы Когда они туда придут В те моменты, когда мы тяжко согрешаем Против Бога Кажется, что это полностью разрушили Наши с Ним взаимоотношения Но Бог не держит обиды Он всегда готов исцелить Восстановить И исполнить то, что обещал Своим своенравным детям Как Бог исцелял вашу веру После того, как вы восставали против него И ходили своими путями Какой надежды наполняет он вашу жизнь Размышления Часть 2 Взгляд в будущее Число 15 глава С 13 по 21 стих Когда настоящее кажется мрачным Мрачным кажется и будущее Вера угасает И становится трудно поверить Что все когда-нибудь придет в норму Примерно так должны чувствовать себя израильтяне Услышав, что нынешнее поколение умрет в пустыне А затем увидев Как огромное число людей Гибнет на войне и от язвы Но в этот момент Бог обращается к ним И показывает будущее Они будут есть плоды земли обетованной И приносить жертву Господу в роды их Возможно, израильтяне все еще чувствуют себя Потерянными и слабыми в этой пустыне Но Бог снова напоминает им о своем плане Для них и обещает не покидать их в будущем Что вы чувствуете, когда думаете о своем будущем? Если на вас давит бремя страха И неопределенности Помолитесь И отдайте это бремя Богу И посмотрите на будущее его глазами Молитва Бог всемогущий Я верю, что в твоих руках Мое будущее В безопасности Если я впаду в грех Верни и обнови меня Я всем сердцем желаю Провести вечность с тобой на небесах Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!